Друзья, рад приветствовать вас на нашем канале. Меня зовут Голода Дмитрий и у нас первый выпуск. Сегодня мы узнаем, кто сильнее, дзюдоист или боксер. Ну что, друзья, пора представить спортсменов. И первый это наш дзюдоист Леонид Хромин. Ему 20 лет, весовая категория до 73 килограмм. Стаж занятий дзюдо более 10 лет. Является кандидатом мастера спорта. Лучший результат – победитель первенства Уральского федерального округа. Время представить нашего боксера. Николайчук Макар. Ему 20 лет. Вес 73 килограмма. Стаж занятия боксом более 10 лет. Является кандидатом мастера спорта. Лучшие результаты – победитель Российского студенческого союза и победитель Динамо. Чуть сюда пришел. Тебя считать. Думаешь, получится? Естественно. Мы еще не начали наши испытания, а спортсмены вовсю показывают свои способности. Итак, друзья, правила наших состязаний. Итак, сегодня их ждет непростые испытания. Сдача дзюдоиста будет окунуться в мир бокса и выстоять 4 минуты против профессионального боксера. А задача боксера – окунуться в мир дзюдо, надеть на себя кимоно и перемерить роль борца. Посмотрим, кто из них справится лучше. И сейчас мы решим, по какому виду спорта парни будут соревноваться. И решим мы это по-мужски. Нет, нет, нет. На суэфа. Выиграл Леня, и Макар одевается в кимоно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Потому что представьте, в каком состоянии будет Макар. Какой после этого вообще бокс? Пока парни разминаются, просто представьте, как сейчас будет больно Макару. Ну а потом будет больно Лене. Хорошо, что я ведущий в этой программе. Для тех, кто не занимался дзюдо или занимался давно и забыл, мы будем бороться по правилам дзюдо, по действующим правилам Международной Федерации. За ноги брать нельзя, ноги ломать нельзя. Можешь делать болевые удушающие. Бросок на всю спину оценивается ипон. По окончанию встреч мы будем складывать чистые победы. То есть два вазари будут равны одному ипону. Соответственно, болевое удушающее тоже будет равен одному ипону. Макар, скажи, ты вообще настроен перед схваткой? Ну, естественно. Талантливый человек, талантлив во всем. Я уверен в себе. Скажи, а у тебя есть представление, какие броски ты будешь делать, как вообще атаковать? Ты понимаешь, что Леня может делать и болевые, и удушающие? Ну, я там по ходу событий разберусь. Я тоже не с улицы человек, уверен в себе. Ну, и самое главное правило, ты знаешь, что бить нельзя, да? Ну, да, да, да. Обещаешь, что не будешь это делать? Постараюсь. Леня, у тебя есть какой-то конкретный план на схватку? Да, я постараюсь технично провести встречу, ну, и подловить его на его ошибках, так как он вообще у нас не дзюдоист, а боксер. Ну, то есть ты готов полностью его уничтожить сегодня? Я постараюсь, да, готов. Я надеюсь, жалости никакой не будет? Пощады не будет. Ну, что, друзья, 4 минуты борьбы по правилам дзюдо. Рэй. Хочу мэй. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Делится бокс детский и взрослый Настоящий и игрушечный В перчатках и без Профессиональный и любительский Профессиональный и любительский Это был сложный вопрос? Ну, нет так Можно же выбрать было детский и взрослый Да нет, ну здесь все понятно В принципе, вы ему помогаете Чтоб я меньше отхватил, я это понимаю Просто хотим увидеть красивые броски в конце Я понял, понял Так, Макар, следующий вопрос для тебя Какого броска нет в дзюдо? Коряга, бедро, пистолет и бомба Бомба Почему бомба? Есть шанс еще подумать? Нет, бомба Потому что пистолет, я знаю, есть такой бросок Я не знаю, разрешен, нет дзюдо А бомба, я не слышал такой бросок А как насчет коряги? Корягу тоже не слышал, но бомба как-то по-тупому звучит Блин, откуда знают все? Я же бомба убросаю, нет? Сказал бы я, как бросает Леня Но мы все видели, как он сегодня бросал Да, действительно, это было бомбово Итак, следующий вопрос с Леониду Ответ правильный, к сожалению К сожалению, правильный Кстати, очень интересный вопрос Сколько раундов длился самый длинный бой в истории? 86, 23, 110 и 119? Я думаю, 119 119, точно? Ну, чисто моя интуиция мне так подсказывает Ответить Вот перед тем, как я скажу правильный ответ Макар, ты думаешь, что? 110 110, это правильный ответ Сразу чувствуется боксер На самом деле, 110, да Этот бой был в 1983 году Представляете, 110 раундов Леня, ты бы выдержал с Макаром 110 раундов? Точно бы не выдержал Макар, а ты под дзюдо бы выдержал? Блин, я бы даже с ребенком просто 110 раундов примерно не выдержал Хорошо, Макар, и следующий вопрос для тебя Итак, Макар, следующий вопрос для тебя Что нельзя делать в дзюдо? Плакать, говорить о самбо Кусаться И душить партнера Что нельзя делать в дзюдо? Кусаться А плакать можно? Ну, кто запрещает? А душить? Можно, по-моему Ты чуть не задушил Леню сегодня, да Да, это реально, да Твой окончательный ответ? Он там уже на грани был Кусаться? Кусаться, конечно, нельзя Я видел, конечно, по его глазам Он хотел мою руку сегодня плотно закусить Когда я его захватил Ну ладно, оставил Это правильный ответ А чего нельзя делать в боксе? Такого прям Вот что делают некоторые, нарушая Но чего нельзя делать? Дзюдо, я тебе скажу Иногда бывает такое, что кусают Когда лезешь на удушающие Тебя могут немножко укусить за руку Леня, тебя не стал кусать сегодня? Но он мог это сделать Он очень хотел Я видел по его глазам А в боксе чего такого нельзя делать? Что иногда делают? Ну, есть такие хитрости Когда судья там чуть отвернется Некоторые бойцы лезут головой Подсекают специально Сечки делают соперником Головой, в общем, бьют А ты сам пользовался этим? Ну, не без греха мы все По-моему, вот так вот Я тоже замечал бой с Леней Что пару раз все-таки было, да? Нет, ну с Леней я его стал беречь все-таки Молодой парень пусть живет еще Мне кажется, что сейчас после интеллектуального раунда У нас будет еще один раунд Где-то за пределами спорткомплекса Так, Лень, и вопрос для тебя Самый большой гонорар за бой Получил Майк Тайсон, Александр Емельяненко, Конор Макгрегор и Евгений Плющенко Самый большой гонорар за бокс Мы помним, что у всех был бой Даже у Евгения Плющенко А может и не было А может и был Ну, я думаю, это был бой Конора Макгрегора и Флойда Майвезера Вообще, Конор-то у нас боец UFC Вот, но он неплохо зарабатывает на боях Я скажу тебе, что этот ответ неправильный Но если ты угадаешь примерную цифру, то мы засчитаем как правильный, да? Ну, сложно очень угадать, Макар Я даже сам не знаю Сколько ты думаешь получил? Это был Майк Тайсон, я подскажу Майк Тайсон Разве это не Флойд Майвезер был? Самый дорогой бой Майк Тайсон Ну, пусть будет 100 миллионов долларов Нет, самый большой гонорар был 35 миллионов долларов У Майка Тайсона В 2002 году Флойда Майвезера не называл Просто, видимо, так-то он обошел бы Майк Тайсона А ты думаешь, что у него, да? Да, самый дорогой бой все-таки у Флойда Майвезера был Или с Мэнни Пакяо Давайте загуглим сейчас Можем загуглить сейчас у вас телефон? Давайте, самый дорогой бой, да? Может, я и правду не прав Окей, гугл, самый дорогой бой в боксе Согласно источнику спорт-бизнес-консалтинг Рекордным стал его гонорар 100 миллионов долларов в США За бой против Мэнни Пакяо Нет, ну подожди, все равно неправильно, да? Мы нашли истину? Нет, мы нашли истину Да, но Леня сказал Конор Макгрегор, да? А я не прав, да? Е-мое, вы... Придется меня бить Ребят, я взял на самом деле эти факты с сайта... Факты о боксе И, возможно, это устаревшая информация Но зато мы теперь знаем, что 200 миллионов долларов с ума сойти Ладно, этот вопрос вы меня не бейте Мы не будем засчитывать Итак, это очень сложный вопрос Я скажу, не каждый дзюдоист знает на него ответ Который сейчас будет Единственный трехкратный олимпийский чемпион по дзюдо Артур Трубадур Фабио Базиль Тадахира Намура И Тедди Риннер Единственный трехкратный олимпийский чемпион Я не успеваю договорить И Макар говорит правильный ответ Я не сомневался А как ты думаешь, что Кови в свою категорию стал трехкратным олимпийским чемпионом? 60 килограмм? 60 килограмм, реально? Три раза выиграл олимпиаду в 60 килограмм Блин, честно сказать Серьезно я прав? Да Нет, серьезно? По-моему, он занимался дзюдо, да? Параллельно где-то Блин, надо сегодня пойти ставки поставить Что-то хорошо идет Все угадывает Леня, ты знал ответ на этот вопрос? Я знал ответ на этот вопрос Итак, Леня, вопрос последний для тебя Сколько весовых категорий в любительском боксе? И варианты ответа 6, 7, 8 или 9? А если я только до 5 умеет считаю? Я думаю Ну, в дзюдо у нас 7 Точно не могу сказать Ну, пусть будет 7 7, ну и по данным сайта Который мы сейчас загуглили Потому что кто-то не придумал последний вопрос Правильный ответ 8 Макар, 8? Да Макар тоже сомневается Но мы думаем, что 8 Итак, Леня дал 3 неправильных ответа Макар дал 1 И сейчас мы переходим К интересной части К наказаниям Ну что, друзья Наш выпуск подошел к концу И мы оглашаем вам результаты В борьбе Леонид произвел 7 бросков Один раз он упал А в боксе Макар попал 20 раз И 6 пропустил Мы понимаем, что боксы и дзюдо Это разные виды спорта Там разная энергозатратность И поэтому судить только вам А в интеллектуальном конкурсе У нас победил Макар Может быть, потому что Кто-то не придумал вопросы Но в целом Ребята показали достойную борьбу Достойный бокс Я надеюсь, что вам понравился наш выпуск Подписывайтесь на наш канал Ставьте лайки И пишите в комментариях Чье противостояние Вы бы хотели увидеть В следующий раз